Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как найти свой жизненный путь? Практические и полезные советы. Неудобные вопросы, сложные ответы. Может быть, нас спрашивали другие люди или мы задавали себе этот вопрос, где ты видишь себя через 10 или 12 лет? Неудобный вопрос, на который нелегко ответить и который приводит нас к сложным и глубоким размышлениям. Потому что, когда мы думаем о своем жизненном пути, о наших целях, о том, кем мы хотим быть, ожидания часто сталкиваются с трудными реалиями. Более того, мы вряд ли готовы дать точный ответ на этот вопрос. Это было легче, пока мы были детьми и все обязанности и решения оставались за нашими родителями. Но для того, чтобы стать взрослым, необходимо найти собственный жизненный путь. Когда самое подходящее время, чтобы найти свой жизненный путь? Если бы мы жили в идеальном мире и были бы такими же идеальными, очень вероятно, что мы нашли бы для себя правильный путь с первой попытки. Это как с точки зрения выбора учебы, так и с точки зрения работы и близких. На самом деле, очень вероятно, что мы сделаем много ошибок, причем необоснованных, и это правильно. Возможно, мы выберем курс обучения, который нам не подходит, найдем работу, которой мы не увлечены или застрянем в отношениях, у которых нет будущего. Так что давайте всегда помнить, что каждый момент является правильным для изменения. Наш путь ждет нас, нам просто нужно много работать, чтобы его найти. И для этого нам может понадобиться некоторая помощь. Давайте посмотрим несколько советов, которые могут помочь нам найти то, что будет лучше для нас. Как важно остановиться. Прежде чем начать, мы должны научиться останавливаться. Совет может показаться очень странным, но давайте задумаемся о том, каковы наши дни. Скорость, с которой мы движемся между работой и личными обязательствами, всегда очень высока. Она очень часто безумна настолько, что мы не позволяем себе ясно размышлять. Если мы хотим провести забавное сравнение, мы похожи на хомяка, бегущего внутри колеса. Мы всегда увеличиваем скорость, даже не зная, куда мы идем. Причем часто никуда не уезжаем. Ситуация, в которой в конечном итоге может оказаться стрессовой и дестабилизирующей. Очень важно уметь останавливаться, дышать и реорганизовывать идеи. Фактически это позволяет нам поставить твердую точку зрения, не тратить время зря и мыслить более спокойно и ясно. Прежде всего, давайте остановимся и начнем учиться прислушиваться к тому, что у нас внутри и чего мы действительно хотим. В поисках своего пути мы начинаем себя и учимся слушать себя. Давайте поразмышляем на типичной ситуации нашей жизни. Как легко нам делать то или иное, чтобы доставить удовольствие окружающим. Многие из наших усилий направлены на то, чтобы не обмануть ожидания, которые возлагают на нас другие. И это неправильная отправная точка. Немного здорового эгоизма важно, чтобы найти свой путь. Если мы обнаружим что-то, что мы делаем, делает счастливые других, но не нас. Вероятно, пришло время для перемен. Наше мышление никогда не должно быть статичным. Мы не должны думать, что наши недостатки и наши пределы невозможно преодолеть. То, что мы хотим делать, зависит только от нас. Становится важно принять динамичный менталитет, который всегда готов к изменениям, чтобы определить наши цели. Давайте узнаем, чем мы увлечены. Чтобы найти свой путь, очень важно понимать, в чем состоят наши увлечения, что нас действительно привлекает и что продолжает развивать это. Страсть может дать нам важные цели, которые мы не устаем преследовать. И не только это. Если мы делаем что-то, чем мы увлечены, мы делаем это намного лучше. Это очень важно на тренировочном курсе и в работе. Если нам отдастся увлечься тем, что мы делаем, мы не только добьемся лучших результатов, но и не почувствуем тяжести и усталости. Очевидно, что лучшим решением было бы превратить нашу страсть в нашу работу. Но если это невозможно, мы стараемся поддерживать наши страсти, потому что они очень помогут нам нашим путешествиям. Мы находим, кто нас вдохновляет. В поисках своего жизненного пути мы можем запутаться и не решить, в каком направлении двигаться. В этих ситуациях может быть полезно вдохновиться человеком, который так или иначе привлекает наше внимание, сумев реализовать свои проекты. Не факт, что наш вдохновитель всегда должен быть одним и тем же. Вместо этого он может меняться в зависимости от ситуации, в которых мы находимся. Более того, это не обязательно должен быть известный или исторический персонаж. Нас могут вдохновлять коллеги, семья и друзья. Нам не нужно бояться неудач. Пытаться обязательно означает рисковать ошибиться. Только то, что он полностью бездействует, те, кто никогда не принимает решений и не выставляет себя на показ, вряд ли совершает ошибки. На самом деле неудачи неизбежно являются частью нашего пути, а также могут оказаться очень важными. Все зависит от отношения, с которым мы к этому относимся. Если первая и естественная реакция состоит в том, чтобы сломаться, мы должны вместо этого научиться перевернуть эту точку зрения. Поэтому мы должны понять, что неудача – это всего лишь временная неудача. Это не означает, что мы сделали все неправильно, а только то, что мы сделали ошибки. На этом этапе нам может помочь хорошая устойчивость. Она позволяет нам извлекать уроки из ошибок, которые мы совершили. Следовательно, избегать их будущим и без страха возобновить поиск наиболее подходящего для нас жизненного пути. Действительно, после неудачи мы готовы начать заново, с еще большей силой и сознанием того, что шаг за шагом цель становится все ближе и ближе.